Встреча с тем, как и на большинство, на часть того, о чем мы говорим, можно, как это, об особенностях филогенеза крапчатого долгоносика можно разговаривать часами, вот этим мы с вами сейчас и займемся. Да, можно было протестирование, сделать целый цикл лекций, я даже уверен, что он существует. Но, во-первых, я не настолько в теме, потому что я не занимаюсь промышленным программированием уже очень давно. А во-вторых, мне кажется, что во всем нужна мера, нам с вами нужно за этот семестр отстроить какой-то в голове план, как вообще что-то разрабатывается, ну и в частности поговорить про тестирование. Эта лекция и так уже дважды распухала, я ее дважды сокращал. Тут даже есть некоторая лекция от 2021 года, более подробная про мокеры и квазиобъекты. Вот, но про квазиобъекты мы сегодня все равно поговорим. Значит, для начала бла-бла. Есть целые сообщества, которые изучают теорию тестирования. Вот, у них есть свои манифесты, свои, значит... О, оно что, кончилось? Да, оно кончилось. Ну вот. А еще они кончаются. Какая жалоба? Стоит, кончилась сообщество? Да, похоже, что так. У них сайт сдох. Вот. Был шикарный сайт под названием Software Testing Fundamentals, где, значит, они тусили. Но вот он кончился. Странно. Я почему-то решил, что он не может просрочиться. Вот. Значит, ну на самом деле, вот это словосочетание Software Testing Fundamentals, если вы погуглить, я думаю, что вы попадете в достаточно большое информационное пространство, в котором вы все дикое количество самой странной теории увидите, потому что, как мы сегодня уже увидим, вообще говоря, то, что ребята, занимающиеся тестированием, называется теорией, иногда выглядит очень-очень-очень курьезно. Вот. Между тем, тем не менее, давайте поговорим в принципе, что такое тестирование для программных продуктов. Значит, подход номер ноль, ежели оно вообще собирается и запускается, значит оно работает. Вот. Между прочим, очень популярный на самом деле среди народа подход, хотя, как показывает самая малейшая практика, абсолютно безосновательный. В любой программе есть ошибки дизайна. Вот. Программа на питоне не исключение. Даже программа, не знаю, на каких-то супер жестких фреймворках, типа Java, не исключение, мы все это прекрасно знаем. Вот. У этого убеждения, что если программа вообще запустилась, значит она работает и в ней нет ошибок, есть некоторый поддон, второе дно, которое состоит в том, что современные средства разработки позволяют избежать каких-то, ну, в первую очередь, обычных ошибок, во вторую очередь, очевидных дизайн-флоус, таких ошибок в дизайне, потому что они все подсказывают программисту. Предполагается, что они все, что нужно, подскажут, а если уж программа не просто запустилась, а еще и ваш отдел тестирования по тест-плану ее, значит, потыкал, и все, что нужно было из этой программы по этому тест-плану он вытыкал, то программа работает. И это тоже ошибочное убеждение, конечно же, потому что мы знаем, что никакой тест-план не может покрыть все, абсолютно все варианты использования вашей программы. Более того, ну, в общем, нет. Вот. Следующий уровень, на который мы рассчитываем при именно тестировании, как доказательстве, не так, исследовании, насколько написанная программа соответствует заявленным характеристикам, и это проверка работоспособности везде, где это возможно, то есть на уровне отдельных компонентов. Ну, предполагается, что вы язык программирования не проверяете его работоспособность, а вот уже написанную вами функцию было бы неплохо, будьте здоровы, написанную вами функцию было бы неплохо уже как-то оттестировать как функцию, что она действительно на каком-то диапазоне предполагаемого значения действительно дает правильный результат. Вот. Но не только функцию. Написанный вами модуль, состоящий из классов, чего-то такое, который предоставляет некую функциональность, тоже должен быть оттестирован как модуль, который действительно предоставляет нужную функциональность и так далее. Все это делается вполне себе автоматически, то есть вы составляете некоторое количество тест-сьютов, которые, значит, тестируют все, что вам хочется. Вот. И дальше просто жмете педаль, и согласно написанных вами же тестами все это работает. Вот. Следующий уровень – это так называемое тестовое покрытие, когда вы не просто пишете тесты к вашему программному продукту, а еще вводите некоторую метрику, согласно которой вы убеждаетесь, что у вас все или не все оттестировано. Вот. Тестовое покрытие бывает как минимум строк кода, то есть в идеально обмазанной тестами программе каждая строчка, написанная в коде, должна быть хотя бы в одном тесте, через нее хотя бы один тест должен пройти. Вот. Но и это еще не все, потому что в действительности вы не можете, исходя из общих соображений, придумать универсальный тестовый набор для любой задачи. Ну, понятно, да, у нас на первом курсе учили, что проблема вычислимости недоказуема, да. Вот. Соответственно, вы не можете, то есть либо вы должны проанализировать вообще все возможные данные, которые вообще существуют на входе вашей программы, что нереально. Вот. Либо вы выдумываете из головы какой-то тест-сьют, который предположительно какие-то ситуации тестирует, а какие-то, возможно, нет. Избежать этого, не избежать, а минимизировать, помогает более сложная схема тестирования, о которой мы говорить вообще не будем. А она говорит о том, что нужно не просто все строчки кода оттестить, а все возможные ситуации, когда у вас, например, в условном операторе случается if в одну сторону или в другую. Вы должны не просто сходить в одну сторону if и в другую, а если, скажем, у вас два оператора if, то у вас уже должно быть четыре возможных теста. Два фолса, фолс-тру, тру-фолс, фолс и тру-тру. Разный экзекьюшн-пасс. Вы заходите в цикл или не заходите в цикл. Ну и так далее, и так далее. Это уже требует не только написания тестов, но и какого-то статического анализа кода. И, как я понимаю, вот эта наука, она такая очень развесистая, про нее-то как раз можно и больше, чем на семестр наговорить всякого. Еще одно, так сказать, параметр разделения тестов – это ручные тесты, автоматизированные автоматически. Ручные понятно, когда у вас садится человек, открывает бумажку, где написан тест-план, начинает по этому тест-плану кликать в ваши кнопочки. Автоматическое тоже понятно, когда у вас написана функция. А вот автоматизированные – это как станок с числовым программным управлением. За этим станком с числовым программным управлением стоит, в общем-то, оператор этого станка, то есть у вас есть тестер. Но тестер пользуется не просто вашей программой, а еще какими-то специальными тест-сьютами, в которых он, тестер, сам придумывает тест-план, он задает какие-то или генерирует какие-то входные данные, а потом он оценивает, насколько эти входные данные вообще нормальны, или, опять-таки, оценивает их с помощью еще других инструментов. С применением автоматики какой-то. Вот. Если внимательно попытаться почитать про виды тестирования, хотя бы даже в Википедии, вы увидите примерно следующее. Понимаете, да? Вот-вот-вот-вот. Это очень похоже на классификацию китайских животных от Борхеса, но нет, она все-таки более разумная, чем эта самая классификация. Но, как вы понимаете, абсолютно бессмысленно при разговоре о тестировании идти по всем этим пунктам. Это будет такой чистый бла-бла тоже на низкой лекции. Нас с вами, наверное, как разработчиков, в первую очередь, интересуют уровни тестирования. Да, спасибо, но я уже понял, что этого сайта больше не существует. Удивительно, все ссылки, многие из этих ссылок я сегодня проверял, вчера, когда готовился, эту не проверил, я думал, что они есть на свете. Ну, их нет. Паразиты. Ну, ладно. Нас интересуют уровни тестирования. Их примерно четыре. На самом деле, понятное дело, что это тоже такая китайская классификация. Но если не заморачиваться четким количеством, то можно разделить их примерно на четыре части. Во-первых, это тестирование отдельных функций, у которых специфицирован некоторое поведение, соответственно, некоторые параметры, некоторые возвращаемые значения, или какой-то побочный эффект. Это то, что называется юнит-тестирование. У вас есть спецификации компонентов, функции, классы, методы классов. Вот это вот вся программистская подноготная. По каждой из такой спецификаций следует сделать тест, который будет тестировать именно эту функцию, или именно этот метод, именно этого класса, на его работоспособность. Это называется юнит-тестинг, или компонентное тестирование. Следующий уровень – это так называемые интеграционные тестирования. В этом случае у вас уже в качестве объектов проверки правильности работы выступают не какие-то конкретные функции или классы, а целые компоненты. У вас есть программный компонент, модуль, который занимается хранением данных. Этот модуль, который занимается хранением данных, уже обмазан юнит-тестами, которые конкретные данные в конкретное место хранят, складывают, читают, выдают ошибку, когда это надо, и так далее. Но этот модуль еще должен быть сопряжен с другими частями вашего программного продукта, которые, скажем, этими данными пользуются. И, соответственно, интеграционное тестирование будет выглядеть так. Мы положим по определенному API в этот модуль данные, а потом прочитаем из этого модуля данные. И эти данные должны соответствовать каким-то свойствам, которые накладывает на них уже другая часть вашего ПО. Ну и так далее. По передаче, в общем, интеграционное. Не всегда функциональность, которая есть в компонентах вашего проекта, выражена в одной функции. Иногда это целый комплекс. Вот этот комплекс тоже надо тестировать. Следующий уровень тестирования – это, так сказать, системное. Вот у вас есть приложенька. Эта приложенька должна уметь делать то-то, то-то и то-то, особенно если эта штука формализуема. То есть вы можете прямо описать, значит, вот на каких входных данных, какие выходные данные ваш, ну не знаю, конвертер может предложить. Или если вы там пишете условно Telegram-бота, то вот какая последовательность команд, всунутой в этот Telegram-бот, к каким результатам должна привести. Это уже тестирование самого программного продукта согласно его спецификации или системное тестирование. И последний уровень, так называемый acceptance testing, это когда вы тестируете уже свойства этого программного продукта с точки зрения пользователя, маркетолога, кого угодно. Вы не просто… Вот те данные, которые вы ему скармливаете, и та методика, которая, значит, сообразная, которую вы тестируете, она привязана не к функциональности вашей, а к тому, зачем вообще все это существует. Ну, если это, допустим, не знаю, конвертер картинок, то, значит, вот вы набираете такой набор картинок, чтобы было можно проверить, что он действительно их улучшает. Ну, что-то такое. Среди всех, так сказать, всего набора тестов, именно acceptance и тесты, с одной стороны, наиболее сложные, потому что они зависят от семантики того, чего делает ваша программа, а с другой стороны, наиболее востребованные, потому что всегда хочется потестировать, как оно работает. Но для нас с вами, как для программистов, на самом деле наиболее важное значение имеет unit test. А вот сейчас я и попробую рассказать, почему. Дело вот в чем. Если ваш продукт достаточно долгоживущий, не две недели живет, да, и даже не месяц, то со всей очевидностью вы его довольно долго пишете, а если он еще и востребованный, то его пишете, условно говоря, всегда, пока существует в нем потребность. Вы, ваши товарищи, другие люди, пришедшие в вашу команду, люди, пришедшие в вашу команду, ваш заменить, а вы из нее ушли, неважно. Продукт поддерживается. Если он поддерживается, это значит, что его код постоянно модифицируется. При модификации кода неизбежно, особенно если этим занимаются разные люди, модификация одного и того же кода в вашем проекте занимаются разные люди, причем эти разные люди, это, например, вы, но два года спустя. Это совершенно разные люди, как вы понимаете. Вполне возможно, эти люди будут вносить какие-то ошибки в уже имеющийся код. Очень важно, чтобы к этому моменту хотя бы юнит-тест, то есть компонентное тестирование, описывало, так или иначе формализовывало поведение вашей системы, чтобы при внесении в нее изменений не возникало тестовых регрессий. То есть ситуация, что раньше тест проходил, а теперь он падает. Ситуация, что раньше тест проходил, а теперь он падает, это фактически одна из двух ситуаций. Первое. Ваш товарищ внес, или это были вы, внес ошибку в исходные алгоритмы, и теперь у вас тесты падают. Второе. Ваши тесты не тестировали такую ситуацию, которая после изменений возникла, и там всегда была эта ошибка, просто они на ней упали. Поэтому регрессионное тестирование – это очень важная штука. Просто без нее проект очень быстро протухает. Если вы думаете, что протухает это ругательство, нет, это термин, называется code rotten. Rotten – это значит, что уже протухший. Rotting, вспомнил. Протухание кода. Потому что, понятное дело, чем больше непоняток внутри текста на любом языке программирования, даже на питоне, хотя он и хорошо читается, тем больше шансов, что ошибка эта утонет и будет там всегда. Потом вы будете еще костылями ее какими-то обмазывать. Вот. Из этого соображения, что при каждом очередном шаге доработки требуется регрессионное тестирование, сразу следует требование про покрытие. Покрытие. Значит, ну, как уже было сказано в начале, покрытие – это такая метрика, которая позволяет вам убедиться, что вся нужная вам часть вашего написанного кода каким-то образом оттестирована. Как минимум, вот, минимум-миниморум оттестированы должны быть все имена, которые вы декларируете, особенно те, которыми пользуются внешние люди. Да? То есть у вас есть функции, классы, у вас есть какой-то модуль, который предоставляет какую-то API. Вот это API должно быть обмазано тестами просто вот про каждую функцию точно. И это, так сказать, программа минимум. Дальше выясняется, как мы уже говорили, что программа Optimum – это, в принципе, ваше тесты покрытия должно показывать, что любой написанный вам код когда-нибудь встречался в ваших юнит-тестах. То есть через него хотя бы один раз проходило вычисление. Дальше, значит, execution path, по которому мы говорили, то есть ситуация с двумя ифами и четырьмя различными тестами. А еще есть еще более загадочное и недоступное моему пониманию требование, когда вы после анализа execution path делаете какие-то предположения о критически различных наборах данных. То есть вы должны еще и про наборы данных подумать, почему их тут должно быть более одного и в чем разница между ними. Я ничего в этом не понимаю. Это, видимо, зависит от специфики. Задача стопроцентна. Но, тем не менее, понятное дело, если вы написали какую-то утилиту для конвертации картинок и всю жизнь тесты запускали на конвертацию ровно одной картинке, то даже если вы добытесь стопроцентного покрытия юнит-тестами вашего кода, никто не гарантирован, что на второй картинке оно не упадет. Такие дела. Для того, чтобы не возвращаться к этому бла-бла, когда мы будем заниматься практической частью, сразу расскажу про одну довольно распространенную, как это у социальных психологов называется, забыл, я знал термин, недеструктивную секту. Вот, вспомнил. Значит, это называется неопасная секта. Это идея, которая называется TDD, Test Driven Development. Вот. Ну, во-первых, скажу, что вариант сначала написать всю программу, а потом начинать обмазывать ее тестами, это вариант очень плохой, потому что есть шанс, что вы ее просто не допишите до конца, она у вас протухнет в процессе написания. У вас код начнет сам себя пожирать, количество введенных и не оттестированных вами багов как бы не даст его развивать. Поэтому, так или иначе, разработка программного обеспечения и тестов к нему должны идти параллельно. И каждая новая фича должна сопровождаться тестом, а до тех пор, пока она не сопровождается, не признается новой фичей. Но! Есть отдельная, значит, ересь, которая называется разработка через тестирование, вот, т.д. Которая состоит в том, что вы сначала пишете спецификацию вашего программного продукта. Что он делает? Потом пишите его дизайн, из каких компонентов он состоит. Потом для каждой компоненты, пустой, делайте тест, который на ней падает, потому что компонента пустая. Получается такой громадный набор тестов, в котором написано, как должна работать ваша программа, только вашей программы еще нету. Есть только имена соответствующие, которые дергаются, распроектированы. После чего вы начинаете скрупулезно писать этот код, и в какой-то момент, хоба, тесты начинают сбываться и работать. А дальше, дальше, понятное дело, больше. Дальше автоматическая сразу получается регрессия, покрытие у вас, условно говоря, сразу стопроцентное, или вы должны дописывать, что оно было стопроцентное. И вообще наступает, по мнению этих неопасных сектантов, наступает счастье, потому что при такой дисциплине у вас просто нельзя, доработка не считается таковой, если для начала не подемонстрировано на примере тестов, как это должно работать. Мы, кстати, сегодня в конце, я надеюсь, успеть, одним глазом глянем на инструмент, который удобно использовать для ТДД. Понятное дело, что ТДД это очень опасная штука, можно завязнуть в этих тестах и никогда из них не вынырнуть. Понятно, что для некоторых дисциплин разработки она просто непригодна, потому что у вас получится, что объем вот этих тестов необходимых будет в несколько раз превращать объем разработки и так далее. Но идея, значит, дисциплинированности понятна. Чего еще надо рассказать про тесты? Про тесты надо рассказать, что, во-первых, это никакая не панацея, мы не можем предоставить такой-то сьют, который докажет правильность написанной вам программы. Это называется Green Test Trap. Ошибка зеленого света. Западня зеленого света. Если тесты прошли, это не значит, что дефектов нет. Вот если они не прошли, то, скорее всего, дефекты есть. Вот. Но тут же вступает, как западня красного света, Red Test Trap. Провальные тесты могут не означать, собственно, дефекты. Например, в случае TDD провальные тесты означают просто ненаписанную программу. Или у вас в спецификации вообще не написано, что делать в этом месте. Undefined Behavior. И вы написали тест таким образом, что он падает, но в действительности надо сначала спецификацию доработать. Это не дефект программы, это, значит, ошибка, это проблема дизайна. Вот. Еще, что стоит сказать, прежде чем мы, значит, двинем дальше, это ввести некоторую терминологию, которой сокращение туда стрит, говорит, что если тест не прошел, это не значит, что программа неправильная. Может быть, тест неправильный. Да, такое тоже бывает. Вот. Опять-таки, это как раз имеет отношение undefined behavior, да, человек, который написал этот тест, он, скорее всего, не знал, что так нельзя. Вот. Значит, этой терминологии я придерживаться не буду, но я ее увожу для того, чтобы было понятно, что на самом деле мы, когда говорим про ошибках в программах, мы говорим про три совершенно разных и неравных друг другу сущности. Ошибка бывает у программиста, который что-то не так написал. Вот у него есть спецификация, задание техническое, а то, что он написал, этому заданию не соответствует. Он ошибся. Вот это можно называть словом ошибка. То место в программе, где закодирована ошибка программиста, называется дефектом. То есть вот конкретная там последовательность операторов или какая-то точка, или какая-то операция, где, собственно, вот эта ошибка реализовалась в виде дефекта. Вот. И когда мы нашу программу запускаем, этот дефект может привести к сбою, а может и не привести, то есть к ситуации, когда наша программа заведомо, с точки зрения теста, работает не так, как мы ее ожидали, сбоит. Значит, проблема состоит в том, что обнаружить, физически, вот просто вот взять и заметить, мы можем только сбои, потому что программа запустилась на тесте и не работает так, как мы ее ожидали. Это сбой. Проанализировав сбой, мы можем обнаружить дефект и как-то его исправить. И, собственно, в этом и есть задача программиста, который что-то отлаживает, исправить дефект. Ошибку, ошибку, особенно в ДНК программиста, исправить невозможно, ну, потому что ошибка – это факт, как это, такой случившийся факт. Мы боремся с дефектами, в первую очередь, но наблюдаем мы даже не их, а именно сбои. Такие дела. Последнее, что стоит заметить, это что стоимость исправления дефекта возрастает пропорционально его возрасту. Чем больше прожил какой-то внесенный в код дефект, который что-то не так делает, как надо, тем больше он распространил свое влияние на окружающих, и, например, тем больше было написано тестов, которые тоже дефективны, потому что они пользуются, значит, данными, подготовленными дефективным куском кода. Исправлять это вот потом – это сущий морок. Ну что, значит, на этом, я надеюсь, мы бла-бла, значит, закончим, а вместо этого посмотрим на то, какие вообще существуют фреймворки тестирования, и согласно, значит, практике, заведенной мною, начнем мы с встроенного в питон фреймворка, который называется док-тест, потому что он очень, очень остроумный, вот, как мне кажется. Значит, этот остроумный фреймворк, где-то у нас терминальчик был, остроумный этот самый фреймворк, устроен таким образом, что вы вписываете тестирование ваших, скажем, функций прямо в строку документации этих функций. Поэтому он называется док-тест. У меня даже есть репозиторий, который этим занимается, но кажется, надо его откатать, откатать на… А, слушайте, давайте мы пока не будем репозиторий, мы пока давайте прям вот так вот вот у нас есть функция, допустим, это функция сложения, нет, допустим, это функция деления, которая возвращает частное. Только давайте мы ее тогда вот все-таки по-человечески напишем. Вот так. Ой, нет, это плохая функция. Вот. Значит, вот эта функция деления. Да, погромче, пожалуйста, не слышно. Да, мы просто пошучимся, чтобы вы сначала здесь написали с отпечаткой, чтобы выдохстелл не ругался. С точечкой. На автомате. Да-да-да. Там же он на здесь с первым словом. А, да-да-да, здесь он тоже не любит, точно. Да, simple он тоже не хочет. Так он тоже работать не будет. А, надо dump написать, вот. Такого слова он, кажется, не знает. Вот. Значит, вот функция. Давайте мы ее оттестируем прямо руками, прямо в питонию. А теперь следите за руками. Смотрите. Это было неправильное слово. Вот это правильно слово. Правда же красиво? Пример функции. Так. А, надо было это все-таки в файл положить. Ну, сейчас положим файл. Так, только не здесь тогда. Ой, а почему он туда не вписал? Я что-то не то сделал. Ну, ладно, сейчас сделаем еще раз. Так, значит, еще разочек. Не так, from, даже не так. div, import div, div, точка div, три пятых. 0,6. Не-не-не-не-не. Пробуем. Вы правы. Тест прошел. Смотрите. То есть, наличие в документации вот такой строки, трех скобочек, означает, что в этом месте мы вызываем некоторую функцию, а все остальное означает, что мы эту функцию проверяем результат. И вот видите, тест прошел, если бы я не сказал минус в, он бы сказал, что тестов не... Вот видите, окей. А в таких тестах мы можем использовать только константы? Что хотите, можете использовать, это просто код на питоне. В этом весь смысл. А, он типа распасен? Да. То есть, если условно, всякие там переменные, вроде, можно написать, и он все сработает. Давайте проверим. Именно поэтому нередко такие примеры приводятся в док-стинк? Да. Да. То, что здесь нет токуляции, и док-стинка помешает дата края, там сейчас проверим. Вообще-то, я помню, что док-стринги нормализуются, прежде чем с ними начинают работать. Да? Ну, это просто как бы даже функция не особо в том, что мы прочитаем. Ну, давайте проверим. Давайте сначала проверим, что я правильно написал. Фейл от. Почему фейл от? Ну, там... Не правильно, это я сам 3 на 3 поделюсь. А, почему 0, да-да-да. Почему 0, только до 1? Вот. Причем, обратите внимание, он это тоже считает тестом, у которого ничего нету. Но на имспейсе при этом образуется переменная А, так что дальше он его тестирует. Нет, так потому что, а если у нас в самом коде, то есть, если в реализации функции есть переменная? Нет, внутри функций он не лезет, это же юнит-тест. То есть, он ее не потянет? Нет, смотрите, это юнит-тест. Что он делает? Он импортит символы из этого модуля и дальше выполняет вот эти самые задания. Больше ничего. It works. Вот. Ну, мы помним, да, мы про это говорили, док-стринги нормализуются, нормализация док-стрингов это удаление про этих самых тубуляций из начала вас. А на оба теста один и тот же Namespace? Три. Это три. Да, на три теста. Получается, один и тот же Namespace будет? Да. Да. Это не супер развесистый фреймворк, если что, да, я его привел именно в плане того, что он довольно такой, как это сказать, остроумный. Вот. Например. Давайте это тоже впишем. Посмотрим, что получится. Тест на исключение пройден. Вот. В действительности вот это все можно было удалять, оставлять только вот это. Вот. Кажется. Я не помню. в общем, в общем, понятное дело, что трейсбэк точно можно удалять, потому что он в разных случаях разный может быть. Вот. А возможно, вот слово трейсбэк надо оставить и вот это надо оставить. Я не помню. Но он так работает. Если мы, допустим, здесь вместо ZerDivisionR напыть что-нибудь другое, он скажет, что тест не пройдет. Такие дела. Да. Можно? Что? Давайте попробуем. Конечно. Провалилось. Вот. При этом, обратите внимание, действительно трейсбэк у них разный. Так что я думаю, что вот... А вот у вас же там вроде как бы есть вкусы в трейсбэк нечеме. А? А у вас есть что-то в трейсбэке такое, что вот камер в вашей машине находится? То есть, ну, вряд ли они там пуск туда не находятся? У трейсбэк не следуется. Видите, я вообще удалил. о, вот. Я же говорю, дам достаточно этого. Ну вот, достаточно, довольно весело, значит, довольно весело с этим всем работать. И в этом проекте, про который я, значит, тут говорил, вот этот вот му-му-му-тест, там даже сделано большее. Смотрите, понятное дело, что в какой-то момент вас достанет писать весь тесют прямо в доктесты. Вот. Это не повод отказываться от доктеста, если вам его достаточно, потому что вы можете сделать так. Вы можете... Вот, давайте посмотрим, значит, вот, как он называется-то? Вот. Вот, значит, у нас наша, это самое... Не ругайся. Вот наш модуль, он умеет мычать азбукой Морзе. Но для начала он умеет мычать. Нет, он пока не умеет мычать азбуку Морзе, он умеет просто мычать. Да? Вот есть функция mu. Видите, она задокументирована уже согласно сфинксу с параметрами. Есть внутренняя функция cmu, которая рисует это красиво с помощью модуля курсис, и функция q, которая мучит красиво с помощью модуля курсис. Все, вот три функции. Значит, это, кстати, недогументированно, это плохо. Но не важно. Важно то, что мы от, значит, доктеста отказались, но на самом деле нет. Потому что доктест можно было вытащить в отдельный, между прочим, restructured текст файл, вот, в котором вы можете прокомментировать, задать какую-то методику тестирования. Короче, это тестовый файл. Но доктест, увидев вот такие строки, посчитает их с тестированием, и вот, пожалуйста, здесь описано раз, два, три, четыре, пять тестов. Я так подозреваю, что они пройдут. А. А. Не понял. А, там должен быть специальный файл. Да, вот он. Давайте минус V скажем. Вот, все пять тестов. А в этом специальном файле буквально написано import.doc.test и доктест тест файл mutest.rst. То есть, как бы тестовый сценарий лежит в файле mutest.rst. Тем самым, вы прямо пишите некоторую документацию, в которой прямо описываете, как это все можно тестировать, и это не мешает, кстати сказать, в этом же проекте устроить другую ветку тестирования с помощью модуля unit test. И это не мешает, разумеется, документировать нормально сообразно сфинксу поведения функции. Так что, так что вот. Вот. Но на самом деле, конечно, это игрушечная штука. Вот. И. И. В действительности сама процедура тестирования это довольно развесистая вещь, вот. У которого есть много разных методик. Наиболее популярная методика unit test как минимум это xunit. Вот. xunit это такая, значит, еще одна, я бы даже не назвал это не опасной ересью, потому что это, скорее всего, даже не ересь. Вот. Но это именно заранее придуманная методика, которая может не соответствовать каким-то другим методикам тестирования, сколько их ни на есть. Вот. Которая предписывает следующее. Значит, у вас есть понятие фикстура. фикстура это набор каких-то объектов, подготовленных для того, чтобы производить тест. Скорее всего, в вашем приложении или в вашей библиотеке, в том, что вы пишете, нельзя взять и просто так запустить некую функцию, проверить, хорошо ли она работает. Этой функции надо передать какие-то параметры, а эти параметры, скорее всего, надо будет сделать с помощью ваших же каких-то внутренних методов и так далее, и так далее. Да, ну, допустим, конвертация картинки или исправление ошибочной картинки требует ошибочной картинки, или процедура поиска по базе данных требует базы данных сначала, вам нужно сначала создать базу данных. Вот фикстура это как раз такая процедура, точнее, такой объект, в котором создаются нужные условия для работы. Один тест может затребовать сразу несколько фикстур, ну, скажем, базу данных, а еще эту базу данных надо наполнить, ну, например, ошибочными объектами, а еще ее надо там переоткрыть, и только после этого мы запускаем тест. Вот. Значит, сам тест это, собственно, атомарная процедура проверки. считается плохим тоном внутрь одного теста под названием тест складывать много разных проверок. Только в том случае, если, допустим, вы генерируете некоторый объект, этот объект надо, ну, с трех сторон исследовать, вот, три его каких-то свойства проверяете, ну, тогда, наверное, это один тест. Вот. Но вообще-то тест это атомарная процедура, которая что-то проверяет и с чем-то сравнивает. Вот. Test case это как раз набор тестов для того, чтобы определить, что ваш объект соответствует каким-то, значит, имеет какое-то определенное свойство. Ну, допустим, после тестирования, там, вы тестировали на то, что база данных не содержит ошибочных записей, это на самом деле означает, надо, что все записи проверить, базу данных подготовить, все записи проверить, внести туда ошибочные и потом их удалить. Короче говоря, test case уже не тестирует конкретно вызов какой-то функции, а проверяет наличие некоторых свойств. Там, тестируем на консистентность, тестируем на неперечивость, тестируем на, не знаю, полноту, ну, что-то такое. Если у вас очень сложное тестирование, то внутри тест кейсов могут быть сабкейсы, например, ситуации, когда вы должны одним и тем же способом проверить одну и ту же функцию, но на разных наборах данных. Тогда вы можете просто организовать цикл, подсовывать элемент одного набора данных, то есть маленький тестик, и в цикле этот тестик вызывать. Снаружи это будет тест, а внутри будет в цикле вызываемый сабтест. И, наконец, сьют это большой набор тест кейсов. Как правило, тест сьютов будет у вас больше одного в случае, если вы тестируете какие-то совсем разные способы использования вашей программы или вашей библиотеки, то есть ситуация, когда вы общего между этими сьютами действительно мало. Или, например, в ситуации, когда для одного сьюта надо подготовить какие-то страшные фекстуры, на этих фекстурах все попробовать, потом все поудалять, а другой сьют там 100-500 мелких тестов, и для того, чтобы их запускать, не нужно эти фекстуры готовить, просто чисто технологически тогда вы раздаляете на этот сьют. Ну и, наконец, понятие раннер туда же относится к X-Unit. Это штука, которая, собственно, запускает эти тесты, и у нее тоже может быть много интересных свойств. Например, вы можете потребовать от раннера, чтобы он запускал тесты параллельно. Причем при этом у этих тестов должна быть независимость по фекстурам, потому что, понятное дело, если они одну и ту же фекстуру модифицируют, то будет плохо. Ну вот, в питоне за эту всю штуку отвечает встроенный, опять же, прямо в питон модуль под названием UnitTest. И UnitTest это модуль, с помощью которого небольшой проект обмазать UnitTest вполне нормально. То есть, если ваш проект не очень большой, и вы не занимаетесь технологическим разработкой, не пишете десятки тысяч строк кодов, UnitTest вполне можно справиться, он во многое умеет. Вот. Значит, у нее есть специальные методы внутри тестирующей функции, которые говорят, ассерт, предположим, что-то там такое. предположим, что событие такое и с такими-то параметрами. Вот. А если это exception, то там контекстный менеджер открывается, что вы открываете контекстный менеджер, в нем случается exception, он обрабатывается этим контекстным менеджером все. Вот. TestCase это класс. Ну вот мы же говорили, что есть понятие TestCase. Так вот, с точки зрения UnitTest, TestCase это класс. Вот. А TestCute это такая искусственная сущность, в которую можно специальным образом программно добавлять TestCase. Обычно это делается автоматически. Например, если вы написали модуль на питоне, то он является TestCute, а классы, которые в нем, это наполняющие его TestCase. Вот. А сам тест это методы этих классов. Ну и fixture. Я забыл сказать, что у фикстуры есть стадии, у нее есть SetUp и Teardown. SetUp это подготовка фикстуры, Teardown это зачистка окружения до такой степени, чтобы оно не знало, что эта фиктура вообще существовала. То есть зачистка с целью того, чтобы не было побочного эффекта от того, что фикстура вообще была. Это очень важно. То есть вы там что-то задали. Вот, например, в наших тестах в наших тестах вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Один тест влиял на другой. Наличие A равнее C3 в тесте номер 2 приводило к успешности теста номер 3 DIFAA. Фактически вот это была фикстура, понятное дело. Вот это. Вот это. Вот. Если поменять их местами, работать не будет. Ну вот. Такая вот штука. Соответственно, фикстура эта подготавливается, она существует, а потом удаляется. Ну вот. Соответственно, с точки зрения программиста фикстуры бывают уровня Сют, уровня класс и уровня теста одного. И, соответственно, фикстура, которая живет TEST-юута, называется Setup-модули, потому что Сют – это модуль. Фикстура, которая живет в течение всего тест-кейза, называется Setup-класс, потому что она живет с точки зрения юнит-теста тест-кейза класс. А та, которая живет на вызов одного-единственного теста, называется просто SetupTierdown. Ну, и дальше там название. Вот. Что еще умеет юнит-тест? Он умеет сам находить в вашем коде места, где лежат тесты, если у вас много-много файлов, и все эти файлы запускает одной командой. Он умеет пропускать некоторые тесты в случае, если какие-то условия неподходящие. Типичная ситуация, вы делаете автоматическую сборку без доступа к сети интернет, потому что сборка к доступу сети интернет – это вообще-то очень опасная штука, а вдруг код, который вы тестируете, что-нибудь скачает, вместо себя запустит. Вот. И тогда некоторые тесты могут и не работать. И expected filers. У вас есть T-Suite, особенно в случае TDD, да? В нем некоторые тесты, заранее известно, что упадут. Чтобы все не упало, вы помечаете эти тесты как ожидаемая ошибка. Соответственно, если они вдруг пройдут, это тоже неправильно. Никто не ожидал, что они прошли. Вот. Подтесты – это те, которые вызываются в циклах. Вот такие. Вот, собственно, вот эти. И обработка сигналов со стороны операционной системы. Вот там Ctrl-C нажали. Нужно что-то такое проделать, чтобы, значит, при падении всей вот T-Suite, что-то… Типа вот интерап от питона пришел. Ну вот. Так, ну что, давайте подумаем, посмотрим, как это делается. Вот этот самый mu-test. Значит, еще раз давайте посмотрим на супер-модуль mu-test. Он супер большой. Кажется, он влезает на одну страницу. Да, он влезает на одну страницу. Итак, у нас есть три функции. Функция mu, которой передается некое сообщение. Вот. Значит. Ой. Вот плохая документация. Что делает эта функция? Она мучит. Это понятно. Видимо, мучит столько раз, сколько указов. А, она мучит столько раз, столько указов. Точно. А как она мучит, описывается сепаратором. Этим самым дальше, да? Вот. Ну вот. Это, конечно, супер. А что у него есть в мэйне? О, давайте ее запустим. Вот. Ну вот, все хорошо, да. Hello и mu. А, он сначала делает сообщение, а потом запятая, сепаратор, и мучит. Вот. Ну, супер, супер, конечно. Супер, супер нужная функция. Давайте посмотрим, как к ней устроены тесты. Перед нами один-единственный тест-сьют, да? В нем один-единственный тест-кейс. Вот он, тест-mu. И в нем раз, два, три, четыре. Четыре. Четыре теста на функцию mu. А про пятый тест мы пока говорить не будем, потому что это более сложная ситуация. Вот. Вот, смотрите, мы проверяем, что mu от hello это hello mu, что mu от hello mu это hello mu. Ну, короче, понятно, что мы проверяем. Вот эти пять тестов, давайте его запустим. Да. Если нам нужно попытаться вызвать неправильный параметр, мы говорим assert raises. Что такое попытка вызвать mu вообще без параметров, вызвать type error. Нет, не без параметров, а что? А я не понял. Ну, сейчас посмотрим, кстати. А, это можно, это все очень просто проверить. Мы сейчас все сами узнаем. Так, import mutist. mootist.mu type error. Да, все правильно. Вот здесь перечислены параметры у этого assert raises. Если mu вызвать без параметров, оно вывалит type error. Вот мы и проверяем, что оно вываливает type error. Вот, это уже минус m unit test. А, но дисковер мы не умеем, но хорошо. О. Вот. Вот вам, пожалуйста, мы вызвали unit test, который нам подергал все эти тесты. И в том числе тест купор, о котором мы еще не говорили, потому что он более сложный. Вот. Обратите внимание на то, что на самом деле в таких фреймворках в действительности гораздо больше интересного всего подготавливается. Слушайте, я видел гораздо более интересный тест. Чего здесь нет? А-а-а. Сейчас. У меня такое ощущение, что это какая-то старая версия. Но это очень хорошо, что это старая версия, потому что мы сейчас посмотрим более новую версию. Там, может быть, будут фекстуры. Мне кажется, что там должны быть фекстуры. Я точно помню, что я что-то такое делал. А может быть, будут только Moki фекстур, не будет. Не помню. Ну, не важно. А-а-а. Вот. Это была какая-то очень старая версия. Да ладно тебе. Во. Во, во. Прекрасно. Давайте посмотрим, до чего мы тут дошли. Суть, это какой-то другой проект. Ну, не важно. Тут хорошо все документировано. И этот проект уже мучит с помощью азбуки Морзе. Поэтому этот модуль называется Мурз. Георгий Гланирович, а зачем в init что-то писать? Чтобы не делать еще отдельный модуль. Не понял. Не понимаю. Ну, что такое init? Это init. Это init, то, что делается, когда вы говорите импорт что-то. Да. Ну, вы либо пишете то, что должно импортиться прямо в init, либо в этом init говорите from точка, импорт, еще что-то. В другом варианте нет. Я ответил на вопрос? То есть, если вы хотите, чтобы после импорт модуль у вас в namespace образовывался модуль с чем-то, это что-то должно лежать либо прямо в init, либо из этого init, дальше импортиться. Если у вас развесистая архитектура вашего проекта, то второй вариант предпочтительный. Вы не напихаете все в init. Но в этом проекте три функции, четыре. Одна из них внутренняя. Одна из них внутренняя. только сейчас посмеи мне сказать что у меня неправильный питон это значит какой-то это какой-то маленький кусочек какой-то намек на accept нас тестинг понятно да я запустил приложение q она мне что-то выдала я мог это сравнить с эталоном выводом получилось бы коса акцент тестинг как он есть вот но мы смотрим про тестирование да значит кажется у нас мутист этот не поменялся надо грезть как раз в моду который умеет мучать азбукой морза да тут у нас ничего нет интересного вот да мы чате азбукой может так тест му вы смотрите здесь есть пример чего пример тестирования функции мычание это т-сьют под названием тест му который делать то же что в прошлый раз только там функция немножко другая а еще там есть использование использование с рт-рэйзис вот так вот смотрите мы предполагаем что рейс будет тайпера вы а потом значит его вызываем и должен должен приехать тайп ну должен приехать тайпера именно вот как исключение да вот это более правильный способ чем тот который показывал только что это был слишком старый код вот что-то я здесь не вижу фикстуры а вот фикстура очень хорошо теперь значит давайте мы двинемся дальше да вот этот вот этот тест кейс да 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 я ошибся да правильно вы правы конечно вот этот этот тест и этот эскиза все вместе этот с вот потому что на уровне этого съемка могут быть отдельные большие фикстуры которые прям вот там в начале дефайнятся и существует пока существует тест ура это грубо говоря объект на котором вы будете тестировать но этот объект нужно еще создать и процесс создания этого объекта так сказать подготовки окружения это не только сам объект да вот например и вам нужно протестировать базу данных для этого эту базу данных надо создать наполнить сам факт ее существования есть фикстуры потом ее надо удалить и зачистить чтобы в таблице и не было это значит тирдал на той самой фикстуры такая вот история сейчас мы к этому придем потому что у нас есть еще одна тема а там она к сожалению смотрите вот фикстура вот и эта штука которая сейчас а как это вообще работает простите простите я не помню как это работает надо был документацию писать а вот оно что отлично так это она перевела слово хило в морозянку а если мы сделаем вот так вот то она что-то не вывела ничего почему а а вот это она использовала библиотеку инкурсе чтобы нарисовать красивую рамочку и вывести в этой рамочке то же самое хило в морозянке вот абсолютно бессмысленная модуль вот он умеет в такие вещи вопрос вот в чем как нам протестировать гуй ну это туй конечно текст юзер интерфейс но все равно как нам протестировать тот факт что эта функция вообще сработал если она на самом деле навратила всякого всякого с экраном на самом деле на экран было выведено вот это понимаете ну не вставлять же это в тест кейс более того а вдруг экран будет чуть-чуть поменьше здесь другие циферки будут потому что он посередине выводится вот такие дела значит что на этот счет можно придумать понятное дело что тестирование самого у и это уже точно не не тест это что-то вроде как раз акцептент теста то есть мы должны как-то проверить что картинка соответствует ожиданиям мы в не то чтобы не умеем но можем не хотеть уметь но что мы можем сделать мы можем проверить того то что сама функция q работает что она была вызвана в процессе работы что ей были переданы правильные параметры а то что она дернул юзер интерфейс а то что она дернул юзер интерфейс как-то надо как-то вот избежать как-то сделать так чтобы она его не делал для этого существует квази объекты в теста они называются мог мокеры мог project не прожить а обжиг но неважно а значит не давайте я поправлю вот что такое мокер мокер это объект который вы выдаете за компонент вашей программы и он должен обладать такими свойствами что он умеет работать так как работает ваша программа то есть у него есть те же методы если это класс в этих методов можно передать те же самые параметры только ничего не делает а вместо того чтобы что-то делает записывать сам факт что его вызвали или там создали создали экземпляр класса или дистанцировали объект или вызвали соответствующий метод именно с этими параметрами просто записывает а вы это потом проверяете соответственно что мы будем делать а нет еще промокера если надо чтобы возвращал пускай возвращает вот как правило как правило настоящие мокеры обладают как это хорошо развитым искусственным мозгом вы говорите ему мог . ну мокер объект . метод вызывайте метод этого метода в нем конечно не было но он вызывается в память мокер объекта записывается что был вызван метод с таким-то иметь с таким-то параметром вот причем параметры могут быть разумеется тоже любые вот если вы хотите чтобы нет чтобы он например возвращал значение вы прям говорите на знаете вот если кто-то вызвать метод с таким-то названием верни ему там такое-то значение или последовательное значение из-за вот этого списка дальше усложнять можно сколько угодно потому что ну понятно искусственный мозг он на той и искусственный на той мозг вот но собственно вот даже можно вызываемое исключение задать то есть вот у вас будет мокер который в случае чего выбрасывают нужные вам исключение которую тоже задаете вот это первый способ первый способ тестирования таких объектов которые нельзя в среде тестирующие запустить целиком вы их просто мокаете второй способ там у человека питон не работает точнее он работает но он не у него нету видлайна не используйте винду я вот советую на неважно нет это не винда кстати но неважно это немножко не на нашу тему значит другой способ и это взять и расхакать этот ваш объект прямо по месту никому же не будет от больно от того что возьмете и прям в мозгу вашего объекта замените метод который нельзя вызвать потому что ему нужно другое окружение на такой же метод который можно вызвать такая технология называется monkey патч ну реально вы инстанцируете экземпляр берете вот и перебиваете метод ну не знаю там дроу потому что вам не на чем рисовать потому что ваши тесты происходят вообще безо всякой графики и вместо метода дроу вы вызываете что-то что складывает все все эти самые вызовы дроу в список вызовов дроу а дальше вы говорите смотрите тут рисовали вот как правило это все можно объединяется вы можете заманки пачить ваш настоящий объект подсунув ему вместо соответствующих проблемных объектов мокер ну и наконец есть еще одна такая тема называется называется часовой часовой это такой объект который вы создаете дальше вы кидаете весь этот сьют дальше что там происходит происходит а в конце вы проверяете он вообще остался на месте этот часовой его там не удалили ли случайно а то мало ли что то есть если предполагается что ваш 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 фреймворк который сами вы делаете работает с какими-то данными эти данные заводите потом жуете 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 а потом смотрите объект жив или нет вот начиная там с 3 7 что питона он теперь умеет даже как это переживает копирование то есть его скопировали старые удалили но вы поставили на место но как было с помощью копий или допустим хуже того его стерилизовали с помощью пикле а потом 10 реализовать вы можете поставить галочку сказать вот если он был стерилизован а потом 10 лизон это нормально пускай значит тест успешность да то есть вы завели объект он долго жил там в недрах того самого вашего то света потом значит на выходе вы проверили что он жив а он жив вот этим занимается специальный отдельный модуль это модуль юнит теста то есть это встроено все еще в питон называется не тест мог и там на самом деле еще больше всего интересного я вам рассказал только поверхность этого всего вот давайте посмотрим как это работает во первых мне казалось что в старом мудисте был monkey patch я хочу на него взглянуть до что я делаю я говорю так у нас есть конечно модуль который использует курсов но вместо модуля курсов конкретный из модуля курсов из функции функции в рапер мы ее того заманки патчем и тогда вызов вот этого q давайте посмотрим как это выглядит в старом модуле нет не здесь секундочку вот здесь да вот этот вызов старого q как он выглядел мы берем курсов рапер оборачиваем в него нашу функцию куму который выводит бокс и посредине значит сообщение q вот и говорим курс из вапер вызвать сму вот как мы здесь поступаем мы берем из модуля курсов monkey патчем слова в рапер заменяем его на мокер вызываем и проверяем что мудист тему был вызван с параметром хилому при этом никакого курса ничего не будет вызвано потому что мы его заманки патчили конкретно даже курсов будет заимпортирован но конкретно из него из питомовского модуля курсов метод в рапер вот этот будет заменен на манки на на мокер и мы это мокера спросим вызвали дорогой мокер тебя вызывали с параметрами тему запятая рез точнее не так не про параметры а туда сумму запятая рез вот этот сумму с которым вызывали а рез это собственно хилому такие дела вот ну и в нашем новом модуле это примерно также устроен давайте посмотрим так да 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 прям в питоне прям вот это называется monkey патч перебиваем все дальнейшие вызовы можно будем говорить что если обращаемся к одному смотреть другую да 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 это даже не так так оно и будет это не мы говорим это же питон мы взяли заменили один объект на другой просто он волшебный да вот эти magic мокер и они хороши тем что они умеют догадываться чего от них хотели и делать так чтобы никто не расстраивался когда он от них этого хочет а потом мы смотрим вот нет я хочу в тесты посмотреть в а вот этот тест на тест на мурс то есть на штуку который в курсе сработать да нет мурс это еще который мучит мучит этим самым мучит морзянкой вот а вот это вот вот и вот здесь у нас используется уже по-честному используется фикстура вот фикстура на уровне отдельного теста то есть каждому тесту будет под подготавливаться такая штука что мы делаем мы перебиваем функцию std стр который инициирует инициализирует экран вот эту посмотрим вот не функцию этот самый объект мы перебиваем у этого объекта метод get max yx который мы вообще не трогали но он используется потому что он использует для центрирования сообщения в экране и говорим когда тебя вызовут чувак верни значение 2580 потому что это размер экран мы перебиваем сам метод сам модуль курсе с magic мокером и метод в рапер из него говорим а вот метод в рапер давай нам будет возвращать вот прям вот возвращать все что тут вернули 20 обратите внимание что это не мокер в рапер а просто другая функция какая которая просто будет применять значит один в один эту функцию к своим аргументом и вот этому и стыд стыд стр у который мы тоже перебили вот такая вот такой вот сетап и в результате что получится мы вызываем функцию который по идее должна все нарисовать а на самом деле мы смотрим а из тд стр дорогой тебя вызвали с какими параметрами вот то есть фактически мы проделали весь всю операцию по вызову этих самых наших функций вплоть до метод из объекта из тд стр который мы замокали вот в результате у нас по идее весь код который здесь нарисован должен быть покрыт этим самым тестом покрытием это мы сейчас проверим это следующая тема вот значит сразу скажу что мокеры эта штука очень развесистая и вот есть целая лекция вы же выжатая из 20 первых что ли года она раньше входило в лекцию ну как видите тут много про то как вообще использовать квази объекты и это тоже только вершина айсберга на самом деле там все еще 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 интереснее вот сразу скажу что сразу скажу что использование всяких мокеров и вот этих вот вещей я и главный фикстур это очень важный момент в тестах если вы реально решили сделать хорошие тестовое покрытие вы в какой-то момент просто запутаетесь у вас 100 500 различных тестов надо подготавливать 100 500 различных объектов вас какой-то момент вы просто задолбаетесь это взялся вот поэтому грамотно организованные фикстуры это очень важно в каких-нибудь толстых фреймворках типа по теста там еще иерархии фикстур существует фикстуру могут требовать фикстуры которые могут требовать фикстуры и вы делаете одну а он целую пачку порождает в юнтест и кажется этого нет за тестовое покрытие отвечает модуль который называется каверидж и вот тут он кажется внешний модуль каверидж но он умеет в том числе в юнтест так что в нашем репозитории я думаю что будет что будет этот каверидж уже готовый давайте посмотрим к г г г г г так я давайте документацию почитаем вот значит питон видите спит спокойно потому что все тесты покрыты покрыта тестом как по что это покрытие большой вот значит что нужно нужен нужен модуль каверидж нам кажется у нас есть вот чё вот это номер я не сделал пипер фандейт минус 2 development часть пакетов я обновила часть нет они там такие старые что за это время видите у них api поменялось давай 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 рожай времени уже нет окей да ладно не знаю что с ним не так я то всего лишь хотел узнать какие из этих файлов нам нужны так этот файл нам не нужен а этот файл нам нужен смотрите мы можем указать при значит при проверке тестового покрытия какие части кода мы вообще не проверяем например если у вас нету тестов на чистый гуи потому что их нету и вы не можете ничего протестировать то можно их просто исключить из этого самому чтобы вы видели как та часть кода которую вы планируете тестировать покрыта это во первых во вторых если не изменяет мне память надо сказать что-то типа к вечерам да вот у нас ниже пайтон минус м юнит тест тест что там нет потому что иначе у меня зато был там зато был да вот теперь мы говорим coverage поэтому минус м все дать посмотрим документацию каверич ран минус м вот и у вас формируется некий отчет вот этот кавердж сон вот но он такой странненький а и надо еще посмотреть каверич репорт каверич репорт вот сто процентов минус м по модуль на сто процентов значит тестовое покрытие там можно чуть более развесистый сделать каверич хтм и давайте попробуем открыть файл у пункта на сердце сейчас секунду у ну тест о-о-о тут даже размечена значит размечена как проходил проходил из юшим пас вот красивая такая html страничка ну вот идея стоит в том что если вы что-то написали вы запускаете модуль coverage смысле запускаете coverage и значит просматриваете какой у вас тестовое покрытие если оно уменьшилось то значит вы чего-то забыли тестировать а тестовое покрытие как вы уже видели относится именно к строкам кода вот то есть мы не идем дальше мы не замеряем экзюшен пас и так далее но даже 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 достой покрытие строк кода это очень уже очень да 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 совершенно справедливо ну вот нам осталось совсем чуть-чуть времени я опоздал немножко на лекцию еще раз а вот вы по разуму и фам то есть и два и фата нет нет он он смотрит именно по строкам кода том смысле что если у вас есть и в и в нем две секции и флс то если в одну из них он не зашел значит это место будет нет нет то есть вот еще раз экзекьюшен пас исследование экзюшен пас это гораздо более сложная задача напоследок значит что есть что есть из больших инструментариев которые чаще всего используются ну во-первых птс до самый такой вот мощный и как это захватывающих всех это это птс птс хорош тем что во первых у него чуть проще синтаксис вам не нужно вызывать функции чего-то там а серд чего-то там вы просто пишите а серд питоне питоне питонник оператора сер а дальше вам все приезжает сам вот у него дикое количество всяких инструментариев на случай именно real life разработки всякие штуки связанные с созданием файлов с созданием каких-то короче заранее известно каких фикстур вот и так далее так далее по тест очень большой фреймворк обычно его хватает вас еще к нему бывают всякие плагины к этому птс который протестирует какой-то специальный домен какую-то специальную область опять же готовую для вас если вы там программировать на каком-нибудь не за джан до поджанга есть отдельные тесты для птс вот чаще бывает бывает например конкретно модули нагрузочного тестирования вот я нашел в сети такой модуль который называется локост вот но это только пример это просто погуглил перед тем когда готовился к лекции вот например значит модуль для автомешина и эксплуатационного тестирования то есть когда вы пишете специальный скрипт который скармливает вашему значит этому самому вашему вашему программу что-то в вашей программе что-то она его вполне вот вот например еще одна не опасная ересь которыми страшно понравилось это называется бихеев такой знаете вот когда дети себя плохо ведут шалят ему говорят бихеев с восклицательным знак вот так он и называется вот сейчас вам покажу за что она мне понравилась вот этот текст давайте мы его погромче посмотрим вот этот текст выглядит как текст на английском языке вы описываете чего хотите проверить но в действительности в нем есть ключевые слова которые фреймворк парсит и превращает это в вот такой вот такой класс и там есть целый целый язык таких вот описаний сейчас он называется называется геркин лэнгуч вот соответственно и некоторые и некоторые некоторые философия потому как переводить одно в другое вот и выглядит это действительно довольно прикольно там вот где-то вам бихайвер древен 2-девелопент это называется да вы описываете как у вас должен как у вас должен работать от поведения вашего этого самого вашего вот видите при условии что у нас бихейв установлен мы должны заимплементить тест и он должен работать вот и и и там есть ключевые словах ну короче дальше сами разбирается ну видите да это уже прям тест который можно прочесть вслух вот такие дела значит как ни трудно догадаться домашним заданием будет оснастить ваш код проекта домашнего семестрового юнит тестами фреймворк выбираете сами вот я видел все возможные варианты подумать над тем как вы будете тестировать у x если он у вас есть потому что он не тестируется нормально вот но как вы видели в сегодняшнем примере можно замокать ту часть которая отвечает за вы и дальше посмотреть что сам их сами функции вызываются вот подумать над тем не нужен ли вам более высокого уровня тестировать типа acceptance от вас не требуется не пользоваться никаким фреймворк но если вы что-то конвертить и придумайте вот или там что-то во что-то преобразуете или пишите какого-то бота придумайте какой простой способ скормить этому боту скрипты посмотреть что он себя правильно повел я еще не решил до конца я еще не решил до конца сколько я буду требовать тестовое покрытие вот потому что практика показывает что это довольно кропотливая работа но она будет требоваться значит в прошлом году требовалось всего пять функций затестировать но кажется я начну скапризничать и скажу что тестировать надо все хотя бы хотя бы вот чтобы все объекты были покрыты такие дела вопросы есть смотрите нет конечно а то есть можно просто чего абсолютно мн своим целью полчаса да конечно вы должны смотрите вы не должны подтверждать тот факт что вы умный вы должны подтверждать тот факт что вы владеете технологии тут факт а что вы умный или или нет вас на вас как-нибудь жизни не на вас лично я абстрактно говорю как-нибудь потом скажется мне это неинтересно еще вопрос ну как человек который когда-то умел программировать на оси и кажется еще не растирал не стирал это умение конечно разделяю до одевает behavior эта ситуация который при которой вы в общем то знаете что произойдет только не можете заранее сказать потому что у вас на это среда это зависит от среды это просто место где вы забыли придумать что должно ли что же должно быть так что да разделяю вас но с точки зрения кстати с точки зрения рэд трэпа это одно и то же понятное дело вы запустили тест я кстати вот с этим я как по монтейнер пакетов в сизифе сталкиваюсь просто все время отлично тестируется на x86 64 падает на и 500 86 почему да потому что там кто-то забыл про то что где-то трезвухоразрядное число оказалось отрицательно вот сплошь и ряд это убыток типичные но но не но не от специфайта именно не файбихи еще вопрос слушайте братцы у нас уже время вышло кажется да вот поэтому всем спасибо вот и до новых встреч в следующий раз у нас будет что не знаю думаю что думаю что автомейшен до следующий раз будет автомейшен все он